МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огонь солнца. Степь, всадник на скакуне, к аулу с вестью спешащей. Вполне знакомые ландшафты, привычный быт, жильё кочевников и только сами намады из общей картины несколько выпадают. Ланселот! Ланселот! Странствующий рыцарь, так со староанглийского ланселот переводится. В наших широтах явление чужестранное, но в голливудской интерпретации почти родное. На создание исторического блокбастера продюсеров фильма «Король Артур» вдохновила идея британского учёного Говарда Рида. Существовало, например, предположение о том, что ланселот на самом деле ла лан де лот, а лан из долины лот на юго-западе Франции, где было найдено много сарматских захоронений. Имя главного героя этой же легенды Артура тоже имеет кочевые корни, уверены некоторые исследователи. Происходит от сарматского бога Артурона, что означает «огонь солнца». История великих кочевников, трубадурами и министрелями воспетая. Глава первая. Сын дракона. Великобритания. Аббатство Гластенберри. Ненастная колыбель мифов и преданий, из которых главный о рыцарях круглого стола и короле Артуре. Вся информация о короле Артуре крайне туманно, противоречиво и загадочно. О нем известно, что родился где-то в V веке, а сюда прибыл по договоренностью с римским императором. И прибыл якобы из степей то ли Западного Казахстана, то ли Южного Урала, то ли Причерноморья. По версии традиционной, родился здесь. Вождь кельтского племени бритов. Воспитан волшебником Мерлином, стал королем после того, как меч из камня вытащил, построил камелот, где собрал лучших воинов. С одним из них, Ланселотом, не поделил Гвеневеру. Любовный треугольник, дворцовые интриги, в финале битва с сыном феи Морганы. Именно сюда, в Гластенберри, привезли тяжелораненого Артура. Здесь и похоронили. То самое место, где в 12 веке монахи обнаружили древние захоронения. Мужчины и женщины. Монахи решили, что это захоронение короля Артура и его жены, леди Гвеневеры. А решили это потому, что на останках мужчины был найден крест. На нем было написано, «Авалом, король Артур». В одном из гробов на скелете были длинные волосы. Предположительно, это была королева. Здравствуйте, королева Женевьев! Это легенда. Факты более достоверные. Земля Британии издревле была заселена кельтами, а кочевники здесь появились еще во II веке н.э. Марк Аврелий разбил вторгшиеся на территорию современной Венгрии, тогда римской провинции, войско сарматов. В качестве контрибуции император взял с побежденных несколько отрядов кавалерии. По разным данным, 8 тысяч бойцов. Большая часть из которых была отправлена на охрану дальних рубежей империи, в Британию. По другой версии, сарматы прибыли на территорию Туманного Альбиона в качестве наемников. Все это было связано с воинственным характером сарматов. Выходцев из отдельных племен и родов использовали в качестве стражей границ. И это были своего рода пограничники, прежде всего, которые охраняли пределы римской империи. Эта практика постоянно повторилась в античности и средних веках. Арабы также нянили тюркские племена, кочевые из Центральной Азии привезли. Когда они воевали против Византии, они привезли племена из Центральной Азии на фронт. В сведении о сарматах-легионерах сохранилось немного. Барельефы с изображениями, остатки упряжи и бус, храм Митры на территории Адрианова вала, стены по типу китайской. Ее римляне возвели для защиты от варваров. Все находки, по мнению некоторых ученых, свидетельствуют о том, что отряды находились на севере острова не одну сотню лет и не утеряли своей самобытности. Наоборот, вписали в римские хроники свои главы. Римляне были настолько поражены мастерством наемной сарматской конницы, что в III веке во всех собственных кавалерийских подразделениях ввели их штандарт, который они называли драконом, а знаменосцев – драконариями. Символ дракона стал настолько популярен, что когда император Констанции I, восстановив порядок в Британии, триумфально вступал в Рим, его окружало множество издававших свист пурпурных шелковых драконов, созвивающимися на ветру хвостами. Кстати, по легенде, отец Артура, утерпендрагон, дословно главный дракон. И вообще, именно это мифическое животное считают символом легендарного короля. Странное совпадение штандартов, если учесть версию, что в доримские времена драконы и прочие сверхъестественные существа в местной культуре отсутствовали. Зато издревле эти символы были почитаемы, например, в культуре тюркской. Отождествляется образ Артура с образом дракона, потому что драгуны, они до сих пор являются, так сказать, составляют, вернее, кавалерию британскую, называют драгунами до сих пор. Сарматы, в общем-то, оставили глубокий след в истории Британии. Они не могли не потрясать воображение своими обычаями, внешним видом, военным искусством. Дети драконов – отцы рыцарства. Глава вторая. Кованые статуи. Мы всегда сражались с французами и никогда с Казахстаном. Мы всегда сражались, но любить мы умеем лучше. Когда наступает время битвы, то, ослабив поводья и горяча коня боевым криком, он мчится на противника подобно какому-то железному человеку или движущейся кованой статуе. Острие копья сильно выдается вперед. Нижний его конец при помощи петли держится на крупе коня. В схватке копье не поддается, но само напрягается и твердо упирается, нанося сильное ранение. И в своем стремительном натиске колет кого ни попадя. Возникающие воображения и образы рисуют типичное рыцарское сражение за поцелуй прекрасной дамы. Но цитата почти на тысячелетие старше представляемых картин. Многие исследователи сходятся во мнении, что именно катафрактарии, тяжелая кавалерия сарматов, определили образ средневекового рыцаря. Тяжеловесные вот эти кольчубы, все же пришли отсюда туда, в Европу. Для людей, для лошадей было придумано именно кочевниками. Они же были тяжеловесные воины, конные войска. И когда они пришли в Европу, и они же были поражены, как это их с ними бороться? Бронированная армада сметала все на своем пути. Сила удара копья катафрактария была такова, что он мог с легкостью пронзить сразу двух противников. Историки свидетельствуют, подобной коннице не было ни у римлян, ни у кельтов. Их знали как бесстрашных воинов. Сами же они считали себя непревзойденными. Их традиции и обычаи не позаимствовали у классических обществ Европы ничего. У них были свои собственные боги и духи, священнослужители и пророки. Самым могущественным богом они считали бога войны, принявшего облик чудесного меча. Именно таким оружием, по описанию средневековых авторов, был вооружен и Артур. Волшебный меч Эскалибур, копье под названием Рон и доспехи. Массивные, но настолько гибкие, что их носитель мог даже пальцы сгибать. Владеть подобными по представлению сарматов мог только человек, в чьих жилах течет царская кровь. Вот эта одежда, которая, кольчуга, что коня, что вот эта одежда, она самая удобная, самая лучшая, и до сих пор она самая лучшая, самая удобная. И не только боевое облачение роднит загадочных сарматов с рыцарями круглого стола. По свидетельству Амиана Марцелина, потомки амазонок и скифов, цитирую, почти все высоки и симпатичны. И пусть со свирепым взглядом, но, как продолжает древний римский историк, менее дикие, чем прочие варвары. Глава третья. Степная легенда. Король Артур, да ну что вы, это просто миф. Самое распространенное мнение ученых всего мира. И прежде всего британских, как это ни странно. Все дело в том, что нет никаких материальных свидетельств, которые могли бы стать основой серьезных научных изысканий. Все реликвии, найденные монахами, до наших времен не сохранились. И поэтому установить точно, был ли это король Артур и его жена, провести какие-то научные исследования, естественно, уже не удастся. Оттого так много легенд вокруг этого имени. И одна из них, то, что никакого короля Артура не существовало, это собирательный образ, получивший распространение через семь веков после смерти легендарного героя. Как раз в 12 веке. Может, именно тогда он и был придуман, этакий средневековый паблик релэйшн аббатства Гластенберри. Эти герои, легендарные герои, есть очень, на самом деле, очень хороший материал, чтобы играть с ними, формировать и еще раз заново построить, перестроить образ этих героев. Любая версия имеет право на существование. можно предложить ее, можно ее отвергнуть. Но в любой версии самое главное, что она рождает полемику, что она рождает новые исследования. А новые исследования добавляют новые вопросы. Например, последние, проведенные генетиками. С ними спорить труднее. Есть совпадение по группе А1-Б1 между некоторыми родами сегодняшних казахстанцев, проживающих в Казахстане, и кельтской группой народов. Это шатванцы и ерванцы. Даже само название кельты, оно иногда языковедами интерпретируется. Если с тюркского переводить, это кельде, можно сказать, кельт. Даже слово кельде, вот мы говорим, кельде, пришел, А вот когда вот просто мы произносим это слово, оно даже на казахском, даже сейчас, оно, например, звучит кельда. Кельт. То есть мы даже вот это Э не произносим, а получается как кельт. Вот. То есть пришедший. Так что степные корни короля Артура может и не такой уж абсурд. К тому же жизнь легендарного героя словно стюркских преданий списана. Повторов много. И волшебный меч, и чаша, и обещание вернуться. Это эпос о Куркутата. Д.Д. Куркут это как раз мудрый руководитель племен, который смог их объединить, который смог примирить их, устранить междоусобицу, и пользуясь своим большим авторитетом, он смог оставить о себе память о том, как о герое гораздо, я считаю, гораздо более значимым, чем король Артур. когда мы говорим, например, о Деде Куркуте, например, или же когда мы говорим об Асане Кайгы, вот, Асан Кайга, да, вы знаете, ведь это тоже собирательный, легендарный образ. И это люди, которые даже, так сказать, умирая в момент защиты Отечества, они оставляли своим потомкам надежду на то, что когда наступит трудный день, момент опасности, они обязательно вернутся. Пересекающиеся параллели. Французы считают его своим. Итальянцы убеждены, Арториос родом из Рима. Британцы уверяют, он местных кровей. Он наш, Алан, спорят осетины. Почему бы тогда ему не быть и Сарматом, выходцем из казахских степей? Самый загадочный и притягательный миф Старого Света. Телное Средневековье и Огонь Солнца. Король Артур. Артур! Кто такой Артур? Говорят, он не ведает поражений в бою. Я слышал, он великий воин. Артур. 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 Продолжение следует...